Рабочие устроили разбор полетов руководству. Государственное предприятие благоустройство снова задолжало своим сотрудникам. Второй месяц они сидят без зарплаты. Отдел ЖКХ обещал подвезти деньги к вечеру. Эмпера Абдина подробнее. 44 тысячи это не зарплата. Я не проживу. Я не протяню. У меня четвертый час. Все на мне. Эти люди последний раз получали зарплату в феврале месяца текущего года. Более 10 месяцев не отчисляются пенсионные выплаты. Сегодня точка кипения достигла вершины. Люди отказались работать. У сотрудников элементарно нет денег на проезд. Многие жалуются, что в домах пустые холодильники. Тем временем чистота и порядок на улицах Караганды полностью лежит на этих людях. А пенсионных сколько нет? Ничего слышать. Пенсионных у меня лично месяцев 10. Точно. По 7 раз когда. Кредиты в начале месяца надо людям платить. У меня и самого есть. А они грозятся даже это. Когда деньги переведут в банк, их забрать. Люди даже вот это боятся. То, что поздно, если переведут, эти деньги заберут. С рабочими встретилось руководство отдела жилищных отношений Акимата города Караганды и заместитель директора государственного предприятия благоустройства. Выслушав претензии, оба руководителя пообещали к вечеру подвести деньги и выдать аванс. У нас получилась такая ситуация. Из-за того, что Новый год начался, ЖКХ не смогли с нами закрыть договор. Только заключили новый договор. И вот сейчас руководство ЖКХ были, обещали до пятницы этого месяца выплатить нам деньги. И мы до конца недели уже зарплатили полностью всем зарплату. Ежегодно из бюджета выделяются огромные суммы на содержание города. Причем эта сумма растет каждый год. В прошлом году из бюджета было выделено более миллиарда тенге. Деньги были разделены между коммунальными предприятиями. Но, как говорят рабочие предприятия благоустройства, проблема выплат заработной платы из года в год остается открытой и трудно разрешаемой.